Здравствуйте, ребята! Рады вас снова видеть. С вами снова Библиотека национальной литературы России и зарубежных стран имени Некрасова. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое фольклор. Наверное, кто-то из вас, может быть, даже знает, может быть, кто-нибудь слышал, что это такое. Давайте сегодня с вами разберем, что же такое фольклор. Сейчас мы вам подключим презентацию, и будет вам все понятно и видно. Итак, что такое фольклор? Тема нашего мероприятия «Что ты знаешь о фольклоре?» Итак, фольклор. Что же такое фольклор? Фольклор – это устное народное творчество. Итак, давайте с вами конкретно разберем, что же такое устное, что же такое народное, а что же такое творчество. Итак, устное. Устное – это означает то, что передавалось из уст в уста. Возникло много реков назад, когда не было письменности, то есть люди только разговаривали друг с другом. Народное – это значит, что создавал народ, а не кто-то один. Ну и творчество – это, конечно, от слова творить, то есть создавать. То есть теперь понятно, что фольклор – это устное народное творчество. Дальше. Фольклор. У фольклора существуют разные жанры. Многие из них, конечно же, вам знакомы. Из детства. Это частушки, это сказки, это считалки, былины, потешки, пословицы, поговорки, прибаутки и так далее. И давайте с вами сейчас разберем конкретно каждый вид жанра фольклора, который вам известен в детство. Итак, все знают, что такое загадка, да? Любят многие разгадывать загадку. Загадка – это задача, которую надо решать. И вот вам загадка. На ноге стоит одной, крутит, вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, океаны. Скажите, вы, наверное, догадались, да? Что это глобус. Совершенно верно. Дальше разбираем. Скороговорка. Скороговорка. Тоже наверняка вы знаете и читали скороговорки. Что такое скороговорка? Это специально придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звука, быстро проговариваемая шуточная прибалтка. Итак, скороговорка. Как значит это тот текст, который нужно произносить очень быстро? Это мышка с ушек насушила, мышка мышек пригласила. Мышки с ушки ушек встали, мышки зубики сломали. Дальше. Это у нас были скороговорки. Дальше. Что-то у нас не идет вообще. Что-то не число. Итак, дальше у нас потешка. Наверняка вы тоже, некоторые из вас, слышали и знали, что это такое. То есть потешка – это жанр детского фольклора. Шутливые стишки, которыми родители сопровождают первые игры с ребенком. Наверняка вам папа, мама или бабушка с дедушками рассказывали такие стишки. И многие из вас их знают. Итак, потешка. Тинь-тинь, потитинь, села кошка на плетень. Налетели воробьи, хлопни им в ладошки. Улетайте, воробьи, берегитесь кошки. Ах ты, совушка-сова, ты большая голова. Ты на дереве сидела, голову вытвертела. В отраву свалилась я, в яму пократилась. Это были потешки. Дальше, перевертим. Но этого слова вы, наверное, не знаете и, возможно, слышите первый раз. Что такое перевертим? Это фраза, которая читается спереди-назад и сзади-наперед с сохранением смысла. То есть, как бы вы ни прочитали, получится один и тот же смысл. Вот эти такие фразы называют перевертим. Вот вам пример. А роза упала на лапу озона. И если мы с вами прочитаем наоборот, то получится то же самое. А роза упала на лапу озора. Вот такие фразы называются переверсными. Сказка. Ну, сказку, конечно, вы все знаете, любите с детства. То есть, сказка – это вымысленный рассказ о героях или необычных волшебных событиях и приключениях. Сказки вы, наверное, читаете и читали вам. Вы их очень любите. Сказок очень много у нас. Далее, следующий жанр – это «Прибалутки». Это веселые истории в стихотворной форме, тоже, которые вы знаете все из детства. И вот пример «Прибалутки». Ай, лады, 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 начерпал медведь воды. Целая корыца захотел помыться. Надо, надо чистым быть, чистым в поле сухадить. Это были у нас трибаутки. Далее, пословица. Ну, пословица вы, наверное, точно все знаете. Наверняка изучали уже в школе. Пословица – это краткое, мудрое изречение. Итак, рассмотрим примеры пословицы. Пословица. Нет друга ищи, а нашел береги. Не имея сто рублей, а имея сто друзей. Один за всех и все за одного. Человек без друзей, что дерево без кормили. Дружба, как стекло, разобьешь – не сложишь. Старый друг лучше новых двух. Крепкую дружбу и топором не разрубишь. Друг познается с детьми. Пословица у нас очень много, и они действительно будут на вас сопровождать всю вашу жизнь. Следующий жанр фольклора – это частушки. Что такое частушки? Наверняка вы тоже где-то слышали. Может быть, недавно у нас была масленица. Может быть, кто-то из вас ходил на праздник, посвященный проводам масленицы. Наверняка кто из вас ходил, то наверняка слышал частушки. Итак, частушки – это короткие песенки, часто с юмористическим содержанием. И сейчас вы посмотрите видео, где исполняют частушки. Заиграли мы знакомы и пустились ноги в пляж. Мы веселые чувства, что пропоем сейчас для вас. Ой, подруга дорогая, выходи со мной присядь. Мы заставим гармонистов полтора часа играть. О, лапки мои, лопаточки мои, вы работали пока, но танцевать всегда пришли. Я не дядь кина, я не мамкина. Мне на улице росла, мне курица снесла. Балалайка играет, балалайка поет. Балалайка делать ноги, балалайка плюс поет. Не смотрите на меня, что я невеличка. Вот он, малыш, прищешусь. Стану как мусичка. Мы же тоже много знаем и хороши ты плохи. Хорошо того послушать, кто не знает никаких. Хорошо того послушать, кто не знает никаких. Все. Ребят, ну вот вы послушали, какие были вам веселые и красивые частушки. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие было интересным и полезным для вас. Вы очень много сегодня узнали. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok